Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладное Я. Ссылка на сайт вот здесь, там есть очень много полезной информации для вас. А мы сегодня будем говорить о хороших мужчинах. Да, да, о хороших мужчинах, вернее, о том, куда они исчезли и почему вы их вокруг себя не видите. Потому что этот вопрос постоянно я вижу в комментариях, я вижу на трансляциях, когда вы мне пишите в чате, куда делись хорошие мужчины. Давайте раз и навсегда разберемся, чтобы вы точно понимали, где, как обнаружить этот такой редкий вид мужчин, хорошие мужчины. Почему я говорю о мужчинах? Я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами, учу их, как строить отношения так, чтобы в отношениях было классно, было по вашим правилам, чтобы женщина чувствовала себя в отношениях комфортно, любима и счастлива. А курс «Секреты счастливых женщин», подарок от меня, есть в описании видео. Если вы еще не подписались на канал, подписывайтесь, будьте с нами, и тут есть очень много полезных видео. Итак, хорошие мужчины, редкий вид, вымирающий практически, потому что мудаки активнее, потому что мудаки заметнее, потому что мудаки сами вас на каждом шагу хватают за руки, буквально пытаясь обратить на себя внимание. «Эй, эй, эй, красотка, ты куда пошла, ты чего одна? А что это у тебя давно мужика не было, когда у тебя секс последний раз был?» Они слишком активны, поэтому кажется, что нас окружают одни мудаки. И что получается? Поскольку их много, выбирать начинаем из того, что клеится к рукам само. Но, мои хорошие, чем дольше вы ищете в жабе принца, тем больше вы в жабах и в принцах разочаруетесь. Потому что жабы будут наглеть, принцев различать от жаб вы разучитесь, потому что вы будете прекрасно разбираться в жабах, а принцев вы так и не увидите. И вас ждет сплошное разочарование, потому что время потрачено, а счастья нет. Поэтому, мои хорошие, прекращаем искать в жабах принца. Как только вы понимаете, что рядом с вами жаба, свободен следующий. Потому что, когда вы начнете сравнивать одного, второго, третьего, я не предлагаю вам с каждой жабой ложиться в постель. Вот этого не надо. Начинайте общаться с мужчинами везде, где только можете. И тогда вы достаточно быстро набьете глаз и будете видеть. О, жаба! Это жаба! А вот это, кажется, принц. А ну-ка, иди-ка сюда, давай-ка пообщаемся. Потому что тогда у вас появляется вот то, что называется насмотренность. Вы начинаете замечать, вдруг вокруг вас есть хорошие мужчины. Но пока вы размениваетесь на жаб, простите, пожалуйста, ни одного принца вы не заметите. Потому что вся ваша внимательность, вся ваша фокусировка, она только на жабах. Потому что вы прекрасно разбираетесь в них. Вы можете уже быть крутым специалистом. Но нужен-то для счастья вам принц. Правда? Так давайте учиться замечать принцев. Прямо с сегодняшнего дня заведите себе правило. Не принц, свободен следующий. И будет вам счастье. Хотите со мной поспорить, пишите в комментариях. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, ласточки!